Наш следующий сюжет также посвящён истории, но уже настоящий исторический детектив, в финале которого удаётся вернуть из небытия имя одной нашей знаменитой соотечественницы. О том, кто она, Антон Лядов. Кладбище Ботиньёль, северо-восток Парижа. Одно из главных мест захоронения русской эмиграции. Именно здесь, в 1938 году, был похоронен Фёдор Шаляпин, чей прах позже был перенесён в Москву на Новодевичье кладбище. На неприметной могиле, довольно сильно поросшим хом, угадываются слова «принцесса Шаховская Глебова-Стрешнева». Долгое время место захоронения русской княгини, прославившейся и в России, и в Европе за счёт своей благотворительной деятельности, оставалось неизвестным многим её почитателям. Сейчас, когда могила, наконец, нашлась, за её восстановление берётся российское посольство в Париже. Здесь аккуратненько, потому что где-то надписи. Да-да, надписи не пробовали. Да-да, мы могли почистить в другую. Цифры заросли так, что прочесть невозможно. Прямых потомков у Евгении Фёдоровны не осталось. Восстанавливать память взялись там, где связь с ней чувствуют до сих пор. Мы находимся в Театре Геликон-Опера, в потрясающем дворце. Хозяйкой этого дома стала легендарная княгиня Евгения Фёдоровна Шаховская, которую мы считаем просто своей родственницей. Внимательный взгляд красивой, уверенной женщины встречает на входе в гардероб каждого, кто приходит в театр. Её муж Михаил Шаховской Глебов-Стрешнев губернаторствовал в разных регионах Российской империи. У семьи множество имений. Евгения Фёдоровна решает открыть в своей усадьбе оздоровительную колонию для детей из бедных семей. По примеру того, как лондонских школьников на деньги благотворителей вывозили на природу к морю. Традиции советских пионерских лагерей – это традиции, которые заложила наша Евгения Фёдоровна. Потому что каждый отдых и оздоровление в этих колониях, трёхнедельное оздоровление, заканчивалось таким грандиозным вечером у костра, когда звучала музыка, когда пели песни. Во время русско-японской войны Евгения Фёдоровна предоставляет один из своих дворцов под госпиталь. Строит железные дороги. В её честь назовут железнодорожную станцию, ныне расположенную в городском округе Шаховская. Там же в прошлом году ей был установлен памятник. Ещё один бизнес – развитие частных театров. Парадное крыльцо из красного кирпича, вокруг которого сегодня выстроен театральный зал музыкального театра «Геликон-Опера», в конце 19 века это фактически задний двор усадьбы княгини Шаховской, в который в тот момент формировался частный театр. Это центр Москвы, пожалуй, самая аристократическая улица. Рядом консерватория, до Кремля рукой подать. Понимая, что кареты будут создавать пробки на Большой Никитской, эта улица проходит с той стороны, княгини Шаховская переносит парадный вход на задний двор. Вот здесь находилась зона парковки, где высаживали гостей, а там, где сцена – сарай на 27 карет. Этот потёртый рояль – единственное, что осталось сегодня здесь от Евгении Фёдоровны. В 90-е годы тут был захват такой рейдеровский, и на этом рояле стриптиз танцевали. И потом этот рояль мы забрали. И он сейчас у нас стоит, ждёт реставрации. В этом доме играл Чайковский. Здесь состоялся первый концерт Клода Дебюси. В нашем белоколонном зале пел Фёдор Иванович Шаляпин. Семь спектаклей он спел здесь. Евгения Фёдоровна сдавала эту сцену театру Таирова. Евгения Фёдоровна впускала сюда Станиславского даже. Молодого совсем. Программки для спектаклей, проходивших в зданиях Шаховской, оформлял сам Виктор Васнецов. Этот экземпляр для театра Сергея Зимина – основателя частного театра, который ставил спектакли в залах Шаховской. Его письмо до сих пор хранится в театральном музее Бахрушина. Пишет он директору императорских театров Теликовскому. Мы с вами говорили о новом театре. Время сейчас такое, что мне надо спешить, тем более, что уже мне сделан запрос от княгини Шаховской. Запрос мог быть только один. Поскольку она сдавала дома в аренду, то весьма вероятно, что одно из её зданий, которые она предлагала в аренду, она предложила зиминую. Революция, большевики, арест. Шаховскую сажают в тюрьму в 78 лет. Через два года она выходит, лишившись абсолютно всего, что у неё было на родине. Она вышла из тюрьмы и сняла комнату у своей кухарки, которая жила вот в этом дворе, где сейчас зал. Но она эмигрировала. Продала имение в Италии. У неё появились деньги. Она в Париже купила маленькую квартиру. Переехав в Париж, Евгения Фёдоровна селится в квартиру вот в этом здании. Это бульвар Курсель-30 рядом со знаменитым парком Монсо. В этот момент ей уже 80, но она не успокаивается. По словам её биографов, она продолжает помогать настоятелю местной церкви восстанавливать храмы, а позже всё своё огромное состояние, на которое, конечно, рассчитывали многие её родственники. Она превращает в фонд помощи талантливым детям из русской эмиграции, который проработает ещё 15 лет уже после её смерти. Один из немногих, кого сегодня можно назвать, пусть и дальним, но всё-таки родственниками Евгении Фёдоровны, князь Дмитрий Шаховской. Она жена моего... Ох, знаете, я точно не считал, но я думаю, так, на... ...десятиюродного брата. Даже ему доподлинно известно Евгению Фёдоровне совсем немного. И то, со слов родных и близких. Такое впечатление, что она оставила за собой, в общем, хороший след. Что ей благодарны, в общем, за то, что она делала в своём имении. И кроме этого, конечно, их драма была, что на них всё кончилось. Сколько ещё таких нераскрытых имён – вопрос, на который только предстоит ответить. Людей, которым благодарны не только в России. Франция потеряла в войне 1 миллион 400 тысяч молодых людей. Молодые русские легко находили работу во Франции. Не только в высших сферах общества, но и на заводах и фермах. То есть, это была на руку Франции такая помощь. Это с одной стороны. А с другой, поскольку среди иммигрантов была русская интеллигенция, то она позитивно повлияла на развитие Франции. Повлияло так, что даже спустя 35 лет после перезахоронения Фёдора Шаляпина на французском кладбище сберегли его могилу. Со словами «Здесь лежит гениальный сын русской земли». Антон Лядов, Татьяна Королёва, Ирина Кудесова, Александр Антонов, Филипп Дубровский и Юрий Лебедев. Вести недели. Редактор субтитров А.Семкин